Камил, совсем скоро состоится грандиозный, по крайней мере, как позиционирует его UFC, исторический турнир UFC 300. Его там они считают одним из лучших турниров в истории, но вот согласны ли вы с этой точкой зрения, или все-таки как будто бы чего-то не хватает? Как россиянин не согласен, мне не хватает россиян. Вот понимаешь, тут вот мы муссируем тему в России того, что турнир не так хороший. Нам так кажется, потому что там нет наших ребят. Это нормально. Это наше ощущение. То есть для... Кто там дерется? Пирейро и Хилл в главном бою. Нет ли ощущения, что для главного боя номерного турнира... Понимаешь? Для бразильцев бомба. Но все равно нет ли ощущения, что вот Пирейро, например, и Хилл, это все равно не уровень условного Брока Леснера, который бы дрался медийной составляющей турнира. Пирейро и Леснера, это на самом деле не россиян, да? Это вообще один из самых неожидаемых чемпионских боев, если брать. Пирейро и Хилл, а что такое? Кто такой Хилл там? Ну, я в добром смысле этого слова. Ну, то есть это не какое-то имя, знаешь, там, и так далее. Ну, то есть Чимаев дрались бы, да? Чимаев же сейчас дерется. Где? Абудай будет раз. Да. Сауду с королей. Да, вот мы бы это скорее ждем и в два раза больше ждем, да? Нам интересно. Цурукьяна с Эливерой там, да? Мы там ждем, по сути, больше. Нет. У меня ожиданий нет никаких. Я не жду этот турнир. Туда Макгрегор тоже не ворвался. А будете смотреть этот турнир? В прямом эфире или проснетесь уже в записи? Нет. Я вообще, если россияне не дерется... Ну, Цурукьян. Ну, вот ради Армана можно, да. В общем, отвечаю на вопрос. Я этот турнир не жду. Но все-таки, если говорить про какие-то ожидаемые противостояния, отдельно взятые на этом турнире, понятно, что Цурукьяна Оливейро, но вот помимо этого боя есть ли что-то, что вызывает интерес? Я же вызываю эти бои, не могу. То есть Холлоуэй Геджи никак, да, тоже не интересно? Ну, Холлоуэй Геджи, они мне оба уже не интересны. Мне кажется, что Холлоуэй Геджи это уже вчера. Все. Это не сегодня и не завтра. То есть они уже как будто бы все. Выдохлись. Тем не менее, у Геджи, у него же там титульные амбиции сейчас. Он хочет подраться с Махачевым, если победит. Махачевым. Ну, с Махачевым у него ничего ему не светит. Он хочет с Макгрегором. А я вообще Геджи никогда звездой первой величины не считал. Ну, когда он с Хабибом дрался, как будто бы... Нет. Как будто бы Геджи немножко такой крутой, но не супергерой. Вот так. Какой-то энергии не хватает лично для меня. Может, американцы по-другому будут. По бою Царукьяна и Оливейра хотел поговорить. Многие почему-то сейчас прям списывают Чарльза и говорят, что Царукьян явный фаворит. Но лично я за себя скажу, я так не считаю. Я тоже не считаю. Я считаю, что там чуть-чуть Царукьян фаворит. Ну, просто потому, что может быть моложе, амбициознее. Может быть, именно поэтому. Знаешь? Как-то так. Оливейра в чем опасен? В чем он сильнее Царукьяна? Умеет финишировать. Может ударить. Может задушить. Неожиданно. То есть, вот эти вещи все есть. Ну, Царукьян очень хорошо думающий боец в бою. Поэтому он так в целом-то ошибок не допускает. Если посмотреть даже проигранные им бои, там не было ошибок каких-то фатальных. Он проиграл их решение. Поэтому он фаворит. Я считаю, что он просто решением заберет каждый раунд. Арман, в принципе, в своем каждом интервью упоминает Ислама Махачева. Да, и в соцсетях тоже. Если Арман выигрывает бой у Оливейра, ну, он должен гарантированно уже получить свой титульный шанс? Дариуш, Оливейра уже подряд. По идее, вроде кажется, топы. Может быть, но пока не факт. Хотя организации тоже с Исламом что-то надо делать. У меня есть свое видение. Я считаю, что Ислам должен драться с Леоном Эдвардсом. Все-таки надо переходить в полусредний. Не в этом дело. Не то, что ему надо. Ему, может, и не надо. Нам надо. Это история. Бой за два титула. Это была бы бомба. А Церукям пускай становится королем в 70. То есть, в плане Ислам может оставлять титул в 70 и уходить в полусредний? Не держать два пояса? Со временем, я имею в виду. Со временем. Со всем перейти в 77. Может, он вообще карьеру завершит. Мы же не знаем. То есть, когда человек такой высоты достигает, то может в любой момент сказать, стоп, выше я уже не взлечу. Хотя можно было бы и по поду 84 подумать. Ну вот сейчас у вас в голове бой Махачев-Церукьян. Это самый сложный поединок для Ислама? В UFC. В 70? Да. Ну, я думаю, что да. Фаворит Ислам, но бой будет сложный. И последний вопрос вот касательно всего турнира. Вы уже сказали, что он не особо интересен. И вот меня иногда закладывается такая мысль, что даже на такой турнир UFC сейчас как будто не смогли найти суперзвездные имена. И нет ли ощущения, что их в принципе сейчас в ростере нет? Вот таких людей, да, там Джон Джонс сейчас на паузе, там Конор тоже сейчас не дерется, Хабиба нет. Вот, то есть, таких имен Брок Леснер. Их как будто бы сейчас в принципе не хватает. Момент такой небольшого застоя, стагнации. Ну, ничего, выровняет. У них такая машина по пиару. Сейчас пару-тройку звезд назначат и погнали. Очень важно, как сейчас Чимаев поделется. То есть, потенциально Чимаев для вас главная звезда будущая? Я говорю, что нужно делать бой Махач-Федвардс. И сразу все встанет на свои места. Чимаев для вас главная звезда будущая?